Сегодняшняя наша тема – это мой день. Что мы будем, какие темы мы будем рассматривать сегодня? Каков наш план? Немножко изменился, если вы заметили, то он немножко отличается от заявленного, просто потому что не рассчитали со временем, не хватило времени на другие темы, поэтому будьте внимательны. Первый вопрос, который мы рассмотрим – это как спросить и как ответить на вопрос, сколько времени и во сколько. Сааткач, сааткач, да. Дальше мы рассмотрим лексику по распорядку дня. Дальше мы посмотрим лексику по моему выходному, мой выходной день. И я вам немножко расскажу такую странно-веческую тему – турецкий завтрак. Традиционный турецкий завтрак. Итак, смотрим. Для того, чтобы спросить, сколько времени или который час, в турецком языке используется вопрос сааткач, да. Ой, сааткач, извините. Сааткач. Сааткач. И отвечает точно так же просто. Если это час дня, мы говорим саатбир. Если 4 часа, обычно они не говорят 16, 17, но так тоже можно сказать, но обычно, точно так же, как и мы, они употребляют 4 часа, 5 часов, 6 часов вечера. Итак, 16 часов. Саат дёрт. Говорите слово саат и цифру дёрт. 11 часов. Саат омбир. Восемь часов саат секис. Если вы хотите сказать с половинками, вы можете сказать 7.30. Саат еди отуз. Отуз 30. Или использовать слово бучук, которое означает половина. Саат еди бучук. Половина восьмого. 7.30. Вы видите, что слово «половинка» во времени в турецком языке обозначается как бучук. Если у вас прибавляются какие-то минутки, то самый простой вариант – это сказать 13.20 или час 20. Саат бир гирми. Бир гирми. Или бир гирми дай гига. Саат дёрт он бэш. 16.15. Саат дёрт он бэш. 11.07. Саат он бир еди. Саат он бир еди. Саат секис он. Восемь, десять. Саат секис он. 12.25. Саат он и ки, гирми бэш. Мы как раз и повторим цифры некоторые. 18.15. Саат алт он бэш. 6.15. Это был простой способ сказать, сколько времени. Так вы можете говорить. Но чаще турки используют выражения типа «наших». 15 минут седьмого, без 15.7, без 25, 5 минут шестого и так далее. Как же это делается? Может быть, кто-то уже прошёл в ваших журналах эту тему, а кто-то ещё не прошёл. И тогда это для него будет в новинку. Поэтому внимательно смотрите. Тем более, что в журналах некоторые детали, может быть, хорошо не разъяснены. И сейчас мы их все выясним. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете задавать по ходу вебинара. Посмотрите. Если вы будете говорить время, в котором минутки идут в первой половине часов, вот с 0 до 30 минут, то тогда вы используете для часов аффиксы винительного падежа. Сейчас я покажу на примерах, вам будет понятнее. Аффиксы винительного падежа. Вы, наверное, помните, если не помните или не знаете, посмотрите внимательно. Аффиксы винительный падежа – это «ы», «и», «у», «ю». Или, если слово заканчивается нагласно, тогда добавляем «и» промежуточно. Тогда получится «и», «и», «ю», «ю». К часам вы прибавляете это окончание и после того, как сказали время, ставите слово «гечор». Посмотрим на примерах. Допустим, 13.20, сад, бери, то есть к слову «час», «бир» мы добавляем аффиксы винительного падежа. И сад, бери, потом говорим «минутки», «ерми», «дакика», «гечор». Слово «дакика» можете опускать. Можете просто сказать «сад, бери», «ерми», «гечор». Получается 20 минут второго или час 20. Бери, «ерми», «гечор». Сад, бери», «ерми», «гечор». Еще один пример 16.15. Опять, к часам мы добавляем аффикс винительного падежа. Сад, дёр, ду, он, бэш, пятнадцать, дакика, гечор. Сад, дёр, ду, он, бэш, дакика, гечор. Или вместо слова «пятнадцать» вы можете использовать «четверть». То есть, сад, дёр, ду, че, рек, гечор. Слово «четверть» означает «черик». Сад, дёр, ду, че, рек, гечор. 11.07. Сад, он, бери, я, дикика, гечор. То есть, к 11 вы добавили аффикс винительного падежа. Я надеюсь, вы помните гармонию гласных. После каких гласных добавляются какие гласные. Там у нас «и», значит, добавляется аффикс «и». Сад, он, бери, я, дикика, гечор. Сад, секизи, он, дикика, гечор. 8.10. Берем 8 часов, добавляем к ним аффикс винительного падежа. Потом говорим минутки. Сад, секизи, он, дикика, гечор. И в конце слова «гечор». 12.25. Сад, он, ики, я, ми, бери, дикика, гечор. Сад, он, ики, я, ми, бери, дикика, гечор. 18.15. Сад, ал, ты, он, бери, дикика, гечор. Или сад, ал, ты, че, рек, гечор. Еще раз обратите внимание, четверть можно сказать как «черик». Сад, ал, ты, че, рек, гечор. Понятно здесь? Я думаю, более-менее понятно. Еще раз обратите внимание. Если у нас минутки идут до 30, до 30, да, первую половину часов, до 30, то есть 5, 6, 10, 20, 25 и так далее, то мы к часам добавляем аффикс винительного падежа, и, и, у, и, ставим потом минуты и ставим слово «гечор». 22.03 – это 10 часов 3 минуты, да, сад, он, у, и, че, ка, гечор. Думаю, здесь понятно. Дальше. Смотрим дальше. Если у вас минутки идут во второй половине часов, то есть после 30 минут, как в таком случае строится конструкция? Мы в данном случае используем уже не винительный, а дательный падеж. И аффиксы «а», «э», или если у вас слово заканчивается на гласную, тогда «я», «е», то есть ставим еще промежуточную «е». И используем слово «вар». «А», «э» добавляем к часам и в конце ставим «вар». Примеры. 13.35. Сад, и, ки, и, ки, и, 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 и. Единственное, что обратите внимание, мы уже ставим не к 13, не к часу это окончание, а к следующему часу, к 2 часам. Смотрите, получается, до 2 часов осталось 25 минут. Тот, кто знает английский, знает, что там конструкция со временем строится таким же точно образом. Т.е., когда минутки у вас переваливают за 30, вы тогда берете следующий час и сколько до следующего часа осталось минут, говорите. Т.е. до 2 осталось 25 минут. Т.е. без 25 минут 2. Сад, и, ки, и, и, ки, и, ки, и, и, ки, и, ки, и, ки, и, ки. 16.45. Что у нас здесь? У нас до 5 осталось 15 минут, правильно? То есть, сад, бе-ше, он бе-ш, деки каваш. Или используйте слово «четверть». Сад, бе-ше, че-рек ваш. Без 15, 5. 16.45, без 15, 5. 11.52. Сад, он и ки-е, секис, деки каваш. То есть, до 12 осталось 8 минут. И еще раз ваше внимание заостряю, что если у вас минутки после 30-ти, то мы берем следующий час и говорим, сколько до него осталось минут. При этом используем знательный падеж. Сад, он и ки-е, секис, деки каваш. До 12 осталось 8 минут. 8.55, то есть до 9 осталось 5 минут. Сад, доку-за, бе-ш, деки каваш. Сад, доку-за, бе-ш, деки каваш. 12.38, до часа осталось 22 минуты. Сад, бе-ре, ерми-ки, деки каваш. 18.43, до 7 часов осталось 17 минут. Сад, е-де, он, е-ди, деки каваш. Или сад, е-де, здесь неправильно, че-рек, вар. Ну, без 15 приблизительно. Приблизительно без 15.7 получается время. И 22.59, до 11 часов осталось 1 минута. Так мы и говорим. Сад, он, бе-ре, бе-деки каваш. Сад, он, бе-ре, бе-р-ваш. Слово деки ка можете обыскать. То есть вы называете часы, вы называете минуты и ставите слово «ваш». Единственное, что вы помните, что к часам мы добавляем аффикс дательного падежа. А, е-е. Или после гласных я-е. Здесь понятно, я думаю. Еще раз обобщение для этой темы. Посмотрите внимательно. Если минутки у вас идут от 0 до 30, вы к часам добавляете аффикс венительного падежа «ы-и-у-ю» и слово «гечер». Если у вас минутки после 30, то вы добавляете к часам аффиксы «а-е» или «я-е» из слова «ваш». Несколько небольших диалогов. Если вы хотите спросить «Сколько времени?» Или вас спрашивают «Сколько времени?» Этот вопрос задается так. Аффидерсенис, са-ат-кач. Извините, сколько времени? Который час? И ответ «Са-ат-секис» – 8 часов. Аффидерсенис, са-ат-кач. Извините, сколько времени? Са-ат-он-эки-бучук. 12, 30. Половина первого. 12, 30. Бучук мы используем как половинку. Аффидерсенис, са-ат-кач. Извините, сколько времени? Са-ат-пеши-он-гечер. 17, 10. 5, 10. У нас минутки в первой половине, поэтому мы используем слово «Гечер». Аффидерсенис, са-ат-кач. Извините, сколько времени? Са-ат-секис-э-бучук. Без 5, 8. 19, 55. До 8 осталось 5 минут. Используем слово «ВАР». Если все понятно, мы сейчас проверим, сделаем небольшой тест. Можно нам первый вопрос. Вы видите, для тех, кто первый раз к нам присоединился, вы видите на своих экранах окошко, и прямо в этом окошке вы отмечаете правильный ответ. Итак, фраза у нас звучит «Са-ат-бире-й-р-ми-ваш». «Са-ат-бире-й-р-ми-ваш». Сколько же это времени? Смотрите, если «ВАР», значит, это у нас минутки во второй части. Итак, «Бире-бире-до часа». Подсказывала немножко. «До часа». «До часа». «До часа». «До часа осталось 20 минут. Это 12.40. Можно следующий вопрос. Смотрим следующий. «Са-ат-и-ди-и-беш-гечор». «Са-ат-и-ди-и-беш-гечор». Если у нас слово «Гечор», значит, «Минутки в первой половине часа». «До часа-ат-и-беш-гечор». «До часа-ат-и-беш-гечор». Пока 100% правильно отвечают. Сейчас посмотрим на остальных. «Са-ат-и-ди-и-беш-гечор». Смотрите, в чате не отвечаете. Просто нажимаете «Варианты ответа». На вот этой рамочке. Большинство ответило снова верно. Это вариант «А-7-0-5-стан-и-ди-и-беш-гечор». «Е-ди-и-беш-гечор». Можно следующий. «Са-ат-и-ки-бучук». «Са-ат-и-ки-бучук». Сколько же это времени? «И-ки-бучук». «И-ки-бучук». Если вы решили поменять ответ, вы можете изменить, нажав на другую клавишу. «И-ки-бучук». «Самый простой вопрос и самым больше думают». «Два и половинка». «Да, большинство отвечает верно. Это вариант «В». «14-30-2 и половинка». «И-ки-бучук». «Донам». «Следующий вопрос». «У нас». «Саат-ону чей-re-ge-чор». «Саат-ону чей-re-ge-чор». «Чей-rek» мы помним сколько там. «Он?» «Да?» 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 «Он». «Да?» «Да?» Ну, большинство ответил верно. Может быть, и не все решились отвечать. Это вариант B, действительно. Это 10-15, да? 10 и 15. Ону, черри, кичор. 10-15, вариант B. Хорошо, давайте нам следующий вопрос. Тат-бэш. Здесь уже надо поставить аффикс. Вспомните, пожалуйста, var. Когда у нас идет var, какой мы ставим аффикс? 105-10 минут есть. Var. 105-10 минут есть. Не все, наверное, разобрались, да? Но большинство, 79%, отвечают абсолютно верно. Это вариант D. С надпися on var. Та-ма. Следующий вопрос. Та-ма. Теперь у нас слово «Гечор» появилось. Саат 6.25 geçор. 25. Часов, да? Аффикс ставится. «Гечор», «Гечор». Когда у вас слово «Гечор», то у вас ставится аффикс «винитель» на падежам. И абсолютное большинство отвечает верно. Это вариант B. И последний вопрос сейчас у нас будет. Седьмой. Саат ОНА. Он. Здесь три варианта ответа. Есть слово «вар», есть слово «Гечор». И вообще никакого слова не надо. Если я ставлю дательный падеж к слову «он», то какое я слово при этом выбираю? «Арф», «Гечор» или никакого слова? Может быть, тем, кто только начал изучать турецкий язык, еще немножко сложно. Но тогда вы можете пересмотреть вебинар в дальнейшем, когда будете изучать эту тему. Абсолютно верно отвечает большинство наших студентов. Это Саат ОНА ОМ ВАРШ. Если мы дательный падеж ставим, значит, слово «вар» ставим. Это вариант А. Молодцы. Как всегда, большинство у нас отвечает верно. Хорошо. Итак, мы с вами рассмотрели вопрос «Саат Кач». Во сколько? Ой, сколько времени? Извините. Который час «Саат Кач». И в следующем мы рассмотрим похожий на него вопрос, но он уже будет изучать «Во сколько?» Саат Качта. Смотрите, «Саат Кач» – это «Во сколько времени?», а «Саат Качта» – это «Во сколько?». Если вы спрашиваете «Во сколько?», начинаются уроки?», «Во сколько мы встречаемся?», «Во сколько заканчивается фильм?», «Во сколько будет церемония открытия?» и так далее. То вы уже будете задавать вопрос не «Саат Кач», а «Саат Качта». На конце будет аффикс «та». И, соответственно, отвечать вы будете точно так же. Если вы хотите сказать «В час», не просто «час дня», «Да сколько времени?», «Саат Бир». А «В час», «Мы встретимся в час», вы добавляете на конце аффикс «да», «де», «та», «де». Аффикс местного падежа. «Саат Бирде». Если вы пишете цифрами, обратите внимание, вы после цифр ставите апостроф и добавляете аффикс «да», «де», «та», «де». Если вы пишете им словами, то вы просто присоединяете без всяких апострофов. Получается «Саат Бирде». «В час». В 4 часа «Саат Дёрте». Опять-таки, если кто не знает, какие аффиксы когда добавляются, посмотрите гармонию гласных и согласных звуков местной падеж. 11 в 11 часов «Саат Бирде». Очень просто. Добавляем «да», «де» в конце. В 8 часов «Саат Секис Де». 8 часов. Если вы хотите сказать с половинками, вы либо употребляете вариант «Саат Еди от Узда» в 7.30, либо используете слово «бучук», которое нам уже встречалось, и оно означает половинам. «Саат Еди бучукта». в 7.30, «Саат Еди бучукта». «Саат Оныки от Узда» в 12.30, «Саат Оныки бучукта» в 12.30, «Саат Секис от Узда» в 8.30, «Саат Секис бучукта» в 8.30. Если у вас встречаются минутки различные, то самый простой способ, опять-таки, это просто добавить к минуткам окончание «да», то есть сказать «в 13.20». «Саат Бир», «в час Ерми де», «в час 20». «Саат Бир», «Ерми», и в конце добавили «да», «да», «да». В 16.15, в 4.15, «Саат Дёрт Омбэште». «Саат Дёрт Омбэште». Называется время, и в конце добавляется «да», «да». В 11.07, «Саат Омбэр», «Едиде», «в 11.07». В 8.10, «Саат Секис онда». В 12.25, «Саат Омбэште». «Саат Омбэште». В 18.15, то есть в 6.15, «Саат Алт Омбэште». И опять-таки, если мы хотим усложнить себе немного жизнь, а вам придется это делать, потому что турки будут отвечать вам, если вы будете общаться с носителями языка, они вам будут и таким образом говорить время, и вы будете таким образом тоже говорить время, то мы берем немножко более сложный способ. Но мы с ним уже знакомы. Посмотрите, если у нас минутки в первой половине часа, то есть от 0 минут до 30 минут, тогда мы используем к часам, добавляем винительный падеж и, 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 ию, иу, и слово «гече». Если в ответ на «Саат Кач» сколько времени мы брали слово «гечуэш», то в ответ на вопрос «Саат Качта», «Во сколько?», мы берем слово «гече». Обратите на это внимание. Смотрим, в 13.20, в час 20. «Саат Бери», добавляем внительный падеж к часам, да. «Саат Бери», «Ирмей», «Дэкика», «Гече». Практически то же самое мы говорим, что говорили на вопрос «сад кач», но вместо «гечер» используем слово «гече». В 16.15.4.15 «сад дөрдю он бэч декика гече» или «сад дөрдю черек гече» – четверть, черек. В 11.07 «сад он бери еди декика гече». «Сад он бери еди декика гече». В 8.10 «сад сегизи он декика гече». В 12.25 «сад он ики еди декика гече». В 18.15 «сад алтый он бэч декика гече». «Сад алтый черек гече». 15 минут мы можем с помощью «черек» слово обозначить. И, допустим, в 22.03 «сад он бери еди декика гече». «Сад он бери еди декика гече». К часам добавляем винительный падеж, ставим минутки и слово «гече». Думаю, здесь все понятно. Опять, если у нас минутки во второй половине часа, то есть с 30 до 59 минут, то тогда мы используем дательный падеж снова а-э окончание или я-е и слово «кала». Помнили? Там было гече в первой половине, а здесь «кала». И опять, смотрите, мы берем час не тот, который написан цифрами 13.35, а мы берем, до которого часа осталось 25 минут. Если у вас минутки во второй половине часа, то мы берем следующий час и сколько до него осталось времени. Итак, в 13.35 звучит по-турецки как «сад и ке ерми бери декика гала». Без 25 – два. 16.45 по-турецки звучит как «без 15 – пять». Сад-бэсь-э до пят-ти импульс – «он бэш до кика гала». Осталось 15 минут. Или «сад-бэсь-э чэ рек кала». Без четверти импульс – пять. 11.52, значит, до 12 осталось 8 минут. Сад-он-ы-гие секис до кика гала. Сад-он-ы-гие секис кала. 8.55 в 8.55, да? Са, докуза, бещ, деки, ка, кала. Обратите внимание, когда мы пишем цифрами, мы все равно ставим аффикс «да», «де», «та», «те». А когда мы произносим это словами, то мы уже тогда переделаем «без пяти», «девять». Са, докуза, бещ, деки, ка, кала. 12.38. Сколько осталось до часа? До часа осталось 22 минуты. Са, бе, ерми, ики, деки, ка, кала. До часу, бе, ерми, ики, 22 минутки, деки, ка, кала. 18.43. До 7 часов осталось 17 минуты. Са, деде, он, еди, деки, ка, кала. Или без пятнадцати, здесь приблизительно написано, без пятнадцати семь, са, деде, чай, рек, кала. Слово, кала и датсельный падеж, а, е. До 11 часов осталась одна минутка. Са, от, он, бере, бир, деки, ка, кала. Он, бере, бир, деки, ка, кала. Посмотрите еще разочек на общую схему. Если у вас минутки идут от нуля до 30, тогда вы используете и, и, у, и, у, и, венительный падеж к часам и слово гече. Если у вас минутки после 30, от 30 до 59, тогда вы используете датсельный падеж, а, е, и слово кала. Очень легко запомнить, но немножко, конечно, все пытаются в начале. Но еще раз говорю, это вам обязательно пригодится, когда вы будете в Турции. Давайте посмотрим небольшие диалоги с этой конструкцией. Фильм «Са, от, качта, башлор». Во сколько начинается фильм? Во сколько «Са, от, качта», фильм «Са, от, качта, башлор»? Са, от, качта, 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 са, от, до часа. Осталось только-то минут до девяти часов. Осталось только-то минут до пяти часов. Следующее. Дэр сад качта битёр. Во сколько заканчивается урок? Дэр сад качта битёр. Сад он бирбучкта. Калмак оставаться. Правильно, Александра. Сад он бирбучкта. В 11.30. Во сколько заканчивается урок? В 11.30. Учак сад качта гелёр. Во сколько прибывает, прилетает самолёт? Учак сад качта гелёр. Дугеджи сад учу ирмигечи. Сегодня ночью. Во сколько в 3.20? Банка сад качта ачылёр. Во сколько открывается банк? Сад докуза он беш. Или сад докуза чеерек кала. Сад докуза чеерек кала. Без 15.9. 8.40p. Без 15.9. Запутала я вас немножечко? Если вы запутались, посмотрите. Потом вебинар ещё разочек. И смотрите, сейчас мы с вами прослушаем небольшой диалог. Мы его вначале прочитаем. Я вам помогу перевести. Потом прослушаем. И вы посмотрите, какой час указан в этом диалоге. Хорошо? Вначале читаем. Здравствуй, Лив. Как твои дела? Я хорошо, Керем. Спасибо. А как у тебя дела? Меня тоже хорошо. Ты завтра на концерт приходишь? Бельмюрумки. Я не знаю. Концерт качта башлёр? А во сколько начинается концерт? Акшам сад. Этого напишется. Башлёр. Вечером столько-то, столько-то времени начинается. Пеки, нерде. Хорошо. А где? Белькенте. Белькенте. Тамам бэнде сизинны гелёром. Хорошо. Я тогда иду с вами. Я тоже иду с вами. Бэнде сизинны гелёром. Сейчас прослушайте этот диалог, как разыгрывают артисты. И укажите в чате, в какое время они говорят, в какое время начинается концерт. Хорошо. Пожалуйста, можно аудио. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 2. ЮНИТЕ ГУНЛЮК ХАЯТ ДОКУЗ ТАМАМЛАЙЛИМ ДИНЛЕЙЕЛИМ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ого, такие разные мнения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Остальные не расслышали? Ну, отлично. Вы, в принципе, все правы. Действительно, концерт начинается с ЭКИЗ. С ЭКИЗД. Только у нас тут небольшая ошибка вышла. С ЭКИЗД. Конечно, с ЭКИЗД обошло уже. И раз всем все понятно, давайте еще небольшой тест проведем. Теперь уже на вопрос СААД КАЧТА. Итак, смотрим на первый вопрос. Появится. СААД КАЧТА ЭВЕГЕЛЮСУМ. Во сколько ты приходишь домой? СААД ОНИКИ. И добавляем окончание. Во сколько он приходит домой? За 12. Обратите внимание, здесь нет никаких... Дополнительных слов, типа КАЛА или ГЕЧЕ. Тут идет целые часы. 12. Вопрос звучит СААД КАЧТА ЭВЕГЕЛЮСУМ. Во сколько ты приходишь домой? Большинство молодцы отвечают верно СААД ОНИКИДЕ. СААД КАЧТА. Во сколько СААД ОНИКИДЕ? В 12 часов. Следующий вопрос. СААД ОНИКИДЕ. СААД КАЧТА БУЛУШИОРУС. Завтра. Во сколько мы встречаемся? СААД ЕДИ. Пропуск БУЧУКТА. Что же нужно вставить в пропуск? Ничего не нужно, вариант А. Аффикс ДАД, Аффикс Е или Аффикс Е. Снова хочу обратить ваше внимание, что здесь нет слов ГЕЧЕ, нет слов КАЛА. Здесь идет в 7.30. Вы немножко разделились мнения, подумайте, как сказать в 7.30. Если у вас нету слов ГЕЧЕ, нет слов ГЕЧЕ. Ставил задуматься вопрос, да? Отвечайте, не отвечайте, пожалуйста. Отвечайте вот в этом окошечке. Ну и большинство верно отвечает, но это только 63%. К сожалению, САД ЕДИ. Вариант А. Конечно же, смотрите, здесь нету никаких слов, значит, к часам мы ничего, никаких окончаний не добавляем. Тем более, что уже окончание ДАДЫ добавлено к слову БУЧУК, БУЧУКТА. САД ЕДИ БУЧУКТА. В 7.30. Хорошо, давайте следующий вопрос. Конферанс. САД КАЧТА БАШЛОР. Во сколько начинается конференция? САД ТОКУС ЧЕРЕК КАЛА. Какой аффикс мы должны поставить там? Слово КАЛА. До 9.00 остается 15 минут. До 9.00 остается 15 минут. Начинается конференция. Большинство отвечает верно, но почему-то мало отвечают. Нет, не мало, уже больше. Большинство отвечает верно. Это вариант Д. САД ДОКУС ЧЕРЕК КАЛАМ. Со словом КАЛАМ мы используем АЭ. Правильно? САД ДОКУС ЧЕРЕК КАЛАМ. Спасибо. Следующий вопрос. САД ДОКУС ЧЕРЕК КАЛАМ. САД ДОКУС ЧЕРЕК КАЛАМ. САД ДОКУС ЧЕРЕК КАЛАМ. САД ДОКУС ЧЕРЕК КАЛАМ. У нас есть слово ГЕЧЕ. Какой же там будет у нас аффикс? Если есть слово ГЕЧЕ, какой аффикс? Умнички 100% отвечают. Пока что верно. Чуть-чуть кто-то неверно. Молодцы. Молодцы. Усвоили практически все. Это действительно вариант Б. АЛТЫИ. ЙЕРМИ БЕЧ КЕСЕ. СПОРА ГЕДЁРУМ. Иду в 6.20. Следующий вопрос, пожалуйста. СИНИ САД ОНУЧЕРЕК АРАЯДЦАМ. Какое слово мы здесь употребляем? АРГЕЧЕ КАЛАМ или ДАДЭ. Я тебе позвоню в 10.15. Я тебе позвоню в 10.15. Первая половина часов. Первая половина часов. И для тех трех человек, которые верно ответили. Первая половина. СИНИ САД ОНУЧЕРЕК АРАЯДЦАМ. Первая половина. В. Правильный. Шестая половина. Твой вопрос. СИНИ САД КАЧЕТА БЕЧЕР. Во сколько заканчиваются твои занятия? САД ПИР БУЧУК. Час 30. Смотрите, никаких слов. Какое мы окончание в лечении? И ответили верно. САД БЕР БУЧУК ТА. Если идет вопроса от КАТА, то в конце мы тоже ставим САД БЕР БУЧУК ТА. Для целых часов. САД БЕР БУЧУК ТА. Во сколько приходит доктор? Докузан, ЕРМИ. во сколько, не просто во сколько времени, а во сколько времени. 9-20 минуток осталось. Минутка мы вообще не прибавляем, а кончистенция. У часов докуза ерми. Наверное, просто молодцы. Тема достаточно сложная, запутанная. Докуза ерми. Кала. Докуза ерми. Кала. Молодцы. Хорошо, с часами немножечко разобрались. Где же мы можем употреблять все эти часы? А мы можем их употреблять, когда мы говорим о своем распорядке дня. Во сколько я прихожу с работы и так далее, и так далее. Поэтому сейчас мы немножко посмотрим на распорядок дня. Первое слово «уян мак». Может быть, для кого-то новая лексика, поэтому я выписала отдельно. Новая лексика, то вы смотрите, как они употребляются в предложении. Уян мак. Уян мак просыпаться. Бен сад едиде уян ёрм. Я просыпаюсь в 7 часов. Бен сад едиде уян ёрм. Калк мак вставать. Калк мак. Сад еди он ги че калк ёрм. Смотрите, я встаю. Я использую здесь новую нашу конструкцию. Еди он ги че калк ёрм. Хотя, еще раз скажу, можно говорить и еди он да калк ёрм. В 7-10. Так бы. Турецкого языка, если вы скажете еди он ги че. В первой половинке у нас идет 10 минут, значит, ги че. Сад еди он ги че калк ёрм. Я встаю в 7-10. Слушал мак. Принимать душ. Душал мак. Сад еди че ря ке че душал ёрм. В 15 минут 8, в 7-15 я принимаю душ. Или, может, кто-то предпочитает ванну. Тогда бань ёрм. Я принимаю ванну. Бань ёрмак. Сад еди че ря ке че бань ёрм. Еди. Бань ёрм. Дальше. Умываюсь или не юзю ню и камак. Или не юзли. Лицо. Мою руки и лицо. Умываюсь по-русски мы говорим. Или ми. Умываю. Свои руки. Умываю. Или ми юзю ню и ке ёрм. Дишлері не фарчаламак. Чистит зубы. Диш. Диш – это зуб. Дишлері не фарчаламак. Дишлері ми фарчалаюрум. Небольшая там апечатка. Дишлері ми фарчалаюрум. Диші ші. Дишлері ми фарчалаюрум. Дишнамак. Адиваса. Дишнамак. В 7.30 я одеваюсь и крашу, сделаю макияж. В 8.30 я одеваюсь и крашу, сделаю макияж. В 8.30 я выхожу из дома. В 8.30 я выхожу из дома. Внимание, здесь идет такая конструкция, тоже наверняка она вам уже встречалась. Кадар – до какого-то времени, с какого-то времени и до какого-то времени. Кадар – до какого-то времени, с 8.00 я одеваюсь и крашу, сделаю макияж. Булышмак глагол означает «встречаться». Кадар – до какого-то времени, с 8.30 я одеваюсь и крашу, сделаю макияж. Кадар – до какого-то времени, с 8.00 я одеваюсь и крашу, сделаю макияж. Кадар – до какого-то времени, с 8.00 я одеваюсь и крашу, сделаю макияж. Кадар – до какого-то времени, с 8.00 я одеваюсь и крашу, сделаю макияж. Кадар – до какого-то времени, с 8.00 я одеваюсь и крашу, сделаю макияж. Кадар – до какого-то времени, с 8.00 я одеваюсь и крашу, сделаю макияж. Слушав текст на письме, в тое время он это делает. Будет немножко сложно, но попробуйте. Уяньер просыпается. Эвденчкер выходит из дома. Дерсегирьер идет на занятия, приходит на занятия. Тенефюсечкер выходит на переменку. Тенефюс – это перемена, перерыв. Емейгидьер идет кушать. Окуладюниер возвращается в школу. Окуладюниер после перерыва. Сондерсегирьер идет на последнее занятие. Сон последний. Сондерсегирьер идет на последнее занятие. И даст чалышмакичен кютюбханыегидьер. И идет кютюбханы, это библиотека. Идет библиотеку. Зачем? Чтобы учить уроки. Чтобы учить уроки. Дерс чалышмакичен кютюбханыегидьер. Сейчас будьте внимательны, если у вас есть ручка под рукой. Как бы записывайте, во сколько он совершает все эти действия. Если готовы, давайте включаем аудио. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 23. Динлейим, ТАМАМЛАЙЛИМ ФРАНК'ЫН БИР ГЮНЮ ФРАНК БИР ОГРЕНЦИ ФРАНК БИР ОГРЕНЦИ ФРАНК БИР ОГРЕНЦИ Главное, очень легко. Думаю, немножко вы забыли. Рад у кого-то и все получилось. Я сейчас не буду спрашивать отдельно, потому что уже мало времени остается. Я сейчас вам это время покажу. Вы можете проверить, правильно ли вы написали. И можно ли нам прослушать еще раз, чтобы вы увидели. Саат 2-дя окола донюю, саат 5-дя сон дерзе гирю, саат 6-дя. Дерз чалышмак ичин к тюбхане гидюю. Давайте еще раз послушаем и вы посмотрите. На все эти цифры снова. Дерз чалышмак ичин к тюбхане гидю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 23. Динляйим, tamamlayалим. Франк'ın bir günü. Франк bir öğrenci. О, her sabah, saat 7-дя уянıyor. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дни у нас считаются выходными... У нас считаются... Смотрите, дни недели... Пазар, Теси, понедельник... Сава, вторник, Ча, Шамба, среда, Пэ, Шамбэ, четверг, Джума... Уже радостнее все происходит, да? И пришли выходные... Джума, Теси и Пазар... Хав Тасуну, конец недели, выходные... Хав Тасуну, Джума, Теси, Пазар... У вас такой слоган, вы видите, написан... Я шасен Хав Тасуну, да здравствует конец недели, да здравствует выходные... Это по аналогии, как по английски... Уикенд, так конец недели, выходные... Так точно и по-турецки можно говорить... Хав Тасуну, конец недели, выходные... И... Пожелания... От котенка и Пазарлар... Хорошего воскресенья, хороших выходных и Пазарлар... Тоже можете пожелать своим друзьям... Небольшой текст о выходном дне мы с вами прочитаем... И я вам помогу перевести... Пазар, Гюнь, Лере... Выходные или воскресные дни, да... Пазар, воскресенье... Бугюн, Пазар... Сегодня воскресенье... Сокакларда, Чуказинсанве, Арабавар... На улицах, сокакларда, Чуказ... Очень мало инсан, людей, арабавар... И машин... Базы-мазалар капалы... Некоторые магазины закрыты... Чунки Бугюн таатиль... Потому что сегодня выходной... Пекчук инсан, Эвде утруер, динленер... Много людей дома сидит, отдыхает... Бенде Пазаргюнлери... Геннеликле Эвден чекмойрум... Я тоже в воскресные дни... Обычно из дома не выхожу... Сабах кеч уянурум... Сад докуздан вея онда... Утром поздно просыпаюсь... Сабах кеч уянурум... Сад докуздан в девять часов вея онда... Или в десять часов... Вначале я с семьей хорошенько завтракаю... Сонра газетя укуюрум... Потом читаю газету... Пазарлары газетелер чок жаль... Булмаджалар верюр... Я думаю, что Булмаджа это новое слово для вас будет... Поэтому я его выделяла... В воскресенье газеты печатают, дают... Печатают очень хорошие кроссворды... Ешим ве бен бэрэбэр булмаджа чозююрус... Моя жена ия... Мы вместе решаем кроссворды... Ешим ве бэн бэрэбэр булмаджа чозююрус... Булмаджа чозмик решать кроссворды... Делать кроссворды... Базен телевизион сиридаюрус... Иногда мы слушаем телевизор... Смотрим телевизор... В мюзик динлюярус и слушаем музыку... Гюзэль хавада бахчеда отруюрус... В хорошую погоду... Гюзэль хавада... Мы сидим в саду... Ама сон бахар да... Хава артык сук улыр... Но осенью сон бахар осень... Погода хава уже холоднее становится... Сук улыр... Бен пазар гюн лиричок эйлен юрым... Я в воскресные дни очень... Ну эйлен век означает развлекаться... То есть я очень хорошо провожу время... Бен пазар гюн лиричок эйлен юрым... Очень хорошо провожу время... Если вы будете писать в своих работах... Или может быть вы с кем-то будете общаться... Вам эти слова и этот текст очень поможет рассказать о том... Как вы проводите выходные дни... И совсем у нас мало-мало времени осталось... Я хочу вам такую немножко странновеческую тему... Раз мы уже говорим о моем дне... Когда мы говорили, что мы завтракаем... Мы ужинаем и так далее... Хочу немножко рассказать о турецком завтраке... Традиционном... Могу сказать, что практически все турки... По крайней мере, те турки, которые я знаю... Едят именно такой завтрак... Вы видите, он достаточно разнообразный и богатый... Он действительно такой и есть... Цюрк кахвалтысы... Да, кахвалтын... Завтрак... Цюрк кахвалтысы... Турецкий завтрак... Посмотрите, достаточно богатый и насыщенный завтрак... А если вам удастся позавтракать на берегу Босфоры... То, конечно, это будет всем на зависть... С красивым видом... И с таким вот турецким завтраком... Что же основное входит... Какие элементы входит в турецкий завтрак? Во-первых, это юмурта... Яйцо... Обязательно должно быть яйцо... Есть разные виды... Это может быть... Хашлан мышь юмурта... То есть вареное яйцо... Или рафадан юмурта... Яйцо в смятку... Хашлан мышь юмурта... Вареное яйцо... Рафадан юмурта... Яйцо в смятку... Это может быть... Яичница глазунья... Сахадан юмурта... Или вот турецкое блюдо... Менемен называется... Да, вот Александра знает... Менемен... Менемен... Турки очень много мне рассказывали про менемен... Но потом оказалось, что в принципе... Это наша яичница на помидорах... Мелко порезанные помидоры... Сок помидоров и яйца... Но все очень вкусно... Итак... Яйца юмурта... Это один из компонентов... Турецкого завтрака... Еще, конечно, обязательно это... Зеетин... Зеетин... Оливки... Зеетин... Биберлис... Но Александра... Она знает, что это... С перчиком оливки... Да... Оливки может быть сиях... Черные... И ящель... Зеленые... Все очень вкусные... Очень много разновидностей есть... После Турции я полюбила оливки... Хотя до этого мне они не очень нравились... Еще один обязательный компонент... Турецкого завтрака... Это биас пионер... Это белый сыр... Сыр может быть коровий... Или может быть овечий сыр... Овечий называется кошар... Такой, как голландский... У них не очень распространен... Так как у нас, да... Желтые сорта... Да-да-да... В Руслан тоже в курсе... Что любят турки... Сейчас дойдем до бюрек... Сыры... Сыры в основном белые в Турции... Биас пионер... Кошар... Овечий сыр... Колбаса... Колбаса или сосиски... Тоже представлены на турецком столе... Колбаса называется... Суджук... Салам... Салам... Это сухая колбаса... Сосис... Сосис... Сосиски... Бастурма... Бастурма... Да... С мясом в специях... Очень рада нашим сырам... Пишет Александра... Да... Но все равно... На турецком завтраке... В основном белые сыры присутствуют... Йоурт... Посмотрите внимательно... Это йогурт... Но... Если у нас больше распространен сладкий йогурт... То есть добавление фруктов или... Варенья какого-то... Да... То в Турции... Это такой вот... Йогурт без всяких добавок... Очень вкусный... Похож на кислое молоко... По сути он это и есть... Вот если верхний слой с кислого молока снять... То это очень будет похоже на йогурт... Вы можете увидеть... Ну... Здесь вам по размеру баночки ничего не скажут... Но я хочу сказать, что это баночка... Ага... Там даже написано... 225 грамм... Это не самая большая баночка... Есть еще баночки по пол килограмма... Такие ведерки можно сказать йогурта... Йогурт берут в большом количестве... Он очень вкусный... Можно добавлять в него варенечко... Если вам нравится сладкий... Можно солью посыпать... Если вам нравится соленый... Айран нам пишет Руслан... Да... Абсолютно верно... Но на завтрак Айран не едят... Овощи должны присутствовать на завтрак на столе... Это доматез... Их обязательно режут... Там доматез... Помидоры... Салаталык... Огурцы... И бибер... Перец... Ну... Это основные овощи... Дальше... Всегда практически есть... Бал... Мед... Речель... Варенье... И терреалы... Сливочное масло... Причем... Может быть... Разных сортов... В Турции распространено... Розовое варенье... Гюль... Речели... То есть... Из лепестков роз... Из таких вот... Речели... Есть фильм... Кстати... Такой называется... Инжирное варенье... Гюль... Речели... И... Есть еще какое... Мне запомнилось... Из апельсиновой корочки варенья... Тоже интересное... Бау... Мед... Речель... Варенье... Сливочное масло... Конечно же... Ни один турецкий... Вообще... Ни одно турецкое застолье... Не обходится без хлеба... Экмек... Хлеб... Вы знаете... Наверняка уже... Причем... В Турции... Отсутствует... Абсолютно... Понятие... Черстый хлеб... Они вообще не понимают... Что такое... Черстый хлеб... Хлеб должен быть... Горяченький... Тепленький... Только что испеченный... Экмек... И едят они... Очень много хлебом... Во время... Принятия пищи... Или вот... Смотрите... Булочки... Такие красивые... Поача... Называется... Поача... Разнообразнейшие булочки... Есть также... Бублик... Видите... С кунжутом... Это вот... В Стамбуле... Особенно... Он даже стал уже символом Стамбула... Он продается... Там везде... Семит... Называется... Бублик... И с кунжутом... Или вот... Мне очень нравится... Субюреи... Водный пирог... Так называемый... Бюрек... Субюреи... Очень... И... Конечно же... Что же пьют на завтрак... Турки не могут обойтись без чая... Может мы когда-то посвятим... Отдельные такие... Десять минут... Чаю... Чай... В основном это сиях чай... Да... В него добавляется... Кюб шекер... Рафинированный сахар... То есть кубиками... Кюб шекер... Пьют из таких вот... Чашечек... Стаканчиков... Вы видите... Пьют в огромном количестве... Не только на завтрак... Но и в протяжении всего остального дня... Вот такой красивый чай... Очень вкусный... И... Хотела вам специально показать... Чай данлык... Это чайник... Вот турецкий чайник... Выглядит именно таким образом... Почему вкус у турецкого чая особенный... Потому что вот в верхнем чайничке... Заварочка заваривается... В нижнем чайничке... Кипит вода обычная... И вот эта кипящая вода... Постоянно подогревает заварку... И она очень-очень... Настаивается... И поэтому... Турецкий чай... Он такой... Крепкий... И ароматный... Получается... Потом вы из верхнего чайничка... Наливаете... Заварки... Чашечку... А из... Нижнего чайничка... Добавляете воду... Вот такой... Или... Если есть любители кофе... Нам... Ну... На завтрак не так может... Много кофе пьют... Но в течение дня... Тоже после еды... Пьют кофе... Посмотрите... Турках в России... Турецкий кофе... Он известен в мире... У него такая... Большая пенка... Варится он в... Турке... По-турецки... Турка называется... Джезве... Джезва... Да... У нас тоже есть такое название... И... Мне один раз сказали... А ты знаешь... Как готовят турецкий кофе? Я говорю... Нет... Не знаю... Они говорят... Давай мы тебе расскажем... Я говорю... Ну... Расскажите... Очень интересно... Думала... Что у меня сейчас откроют... Какой-то секрет... Мне говорят... Берешь турку... Насыпаешь туда кофе... Заливаешь холодной водой... Ставишь на плиту... На огонь... На медленный огонь... Оно прогревает хорошенько... И когда появляется первая пенка... Вы знаете... Что секрет кофе... Это чтобы он не закипел... Когда появляется первая пенка... Но нельзя доводить до кипения... Вы наливаете в чашку... Я думала... Что мне сейчас откроют... Огромный секрет... Рассказали... Но достаточно простой... Такой... Способ приготовления... Турецкого кофе... Так готовят все турки... Если вам нравится... Чтобы было много пенки в чашке... Вы тогда первую пенку с турки снимаете... И еще раз доводите... До появления пенки... Тогда в чашке у вас будет много пенки... Турецкий кофе... Пьют обычно с водой... Обычно пьют воду... Как мне рассказывали... До принятия кофе... Чтобы у вас не было посторонних каких-то вкусов... И после того как вы выпьете кофе... Тоже запивают водой... Подают прям так со стаканчиком воды... И закусывают лукомом... Луком... Луком... По-турецки... Су... Луком... Очень приятно было с вами сегодня провести вебинар... Надеюсь, вы запомнили... Часы... Хотя тема немножко путанная... И немножко может быть сложная... А если вам что-то было непонятно... Вы можете сейчас задать вопросы... Или вы можете просмотреть вебинар... Еще разочек... И еще раз посмотреть... Как говорятся часы... В турецком языке... Как будет по-турецки сидеть у турмак... Спасибо и вам большое спасибо... Чок тащиквейдерим... Катинез и чин за ваше внимание... Сезаде и гейджелер... Вопросов нету... Я вас тоже благодарю... Желаю вам хорошего вечера... До следующего вебинара... Он у нас состоится 25 ноября... Спасибо большое... По толще книги делать хорошо... Попросим... Спасибо... Я уже не видел... Удачи вам! Удачи вам! Продолжение следует...